Микс Ньюс Сейчас у нас на прямой связи, как мы уже анонсировали, педагог, магистр педагогики Маргарита Драгила. Добрый день. Добрый день. Да, ну у педагогов сейчас, наверное, такая особая миссия, особенно у тех, у кого есть собственные дети. Им нужно не забывать помогать в образовательном процессе своим детям, ну и, конечно, помогать учащимся. Я напомню, что Маргарита Драгила возглавляет вот такой центр образования Ассорти, но это дополнительное образование, да? Да. Да, вот мы еще об Ассорти поговорим, но, тем не менее, сейчас, вот я так понимаю, что те, кто еще не ходит в школу, кто ходит в детский сад, они тоже фактически на домашнем обучении. В чем, на ваш взгляд, вообще особенность этого момента, когда и родители дома, и дети дома? С одной стороны, это уникальная возможность, мы нечасто из-за работы видим своих детей, утром они еще иногда спят, вечером приходим, они уже спят. Что сейчас? В чем вот особенность, как для вас, как для мамы и как для педагога? Ну, для начала, наверное, хочется сказать, как для мамы, оказалось, что вот, сейчас мы все выспимся, уберем комнаты, помоем окна, начитаемся книжек, насмотримся оперы по открытым источникам, но, в общем-то, ситуация немножко иная. Конечно, находиться дома детям, семье все время — это такой, я бы сказала бы, архивызов, проверка отношений на прочность и закалка. Но при всем при этом, понимая, что дома ты автоматически становишься, как есть одна шутка в Фейсбуке, я тут недавно прочитала, что что такое карантин? Тебе утром позвонила уборщица, сказала, как надо убрать квартиру. Потом позвонила няня, рассказала, какую раскраску надо раскрасить с ребенком. Потом тренер, как надо заниматься борьбой, плаванием, ну и так далее. Это очень забавно. Но было бы очень смешно, если бы не было бы так грустно, потому что на самом-то деле происходит именно так. И при всем при этом можно вытащить из всей этой ситуации определенные плюсы, потому что это время тогда, когда мы можем не просто говорить о том, что вот как это учиться онлайн, вот как это тогда, когда все у нас оцифровано, когда все можно делать, не отходя, как говорится, от рабочего места дома. По большому счету, если у кого-то однокомнатная квартира, то не выходя из спальни или кухни. Вот, пожалуйста, бойтесь своих желаний, они сбываются. Сейчас есть такая возможность не выходить из спальни, не выходить из кухни и, как говорится, работать. Как педагог я скажу, что это очень интересный период, который показал, что то, о чем, условно говоря, говорит вся педагогическая общественность, все министерства на протяжении, наверное, лет последних пяти, это о том, что новые технологии входят у нас в образование, у нас у каждого интерактивная доска, планшет, мобильный телефон. У нас основной навык — это обучение в течение всей жизни, самостоятельность, ну, в общем, все эти красивые фразы и абсолютно правильные. Но жизнь подсунула такую, как говорится, свинью, когда у нас получилось так, что мы должны это проверить уже сейчас. И сейчас видно, что один из основных навыков, который должна формировать школа и у детей, и у педагогов, это оспособленность к самостоятельному обучению, она в массе своей не сформирована. И это, к сожалению, не ситуация того, что были в школе интерактивные доски или не были, были есть дома компьютер или нет. Это вопрос образования, и мы его сейчас видим абсолютно, как говорится, наизнанку, изнутри. И можно говорить о том, что это тот период, когда педагоги вынуждены перестроиться, и кто не перестроится, к сожалению, лодка уплывёт далеко вперёд. Родители должны опять-таки перестроиться. Но об этом можно поговорить, какие новые роли сейчас возникают в процессе вот такого онлайн-дистантного образования. Ну вот мы всегда считали, по крайней мере, что для педагога, особенно дошкольного обучения или младших классов, очень важен такой, во-первых, личности какой-то контакт, поскольку педагог в школе, он ещё, ну, всё-таки занимается воспитанием. Потому что, когда мы говорим о старшеклассниках или о вузах, ну, там уже по существу студенты, взрослые люди, их уже поздно воспитывают, наверное. Вот что касается дошкольников и школьников, это самое такое время, когда, наверное, вот нужен учитель, который не только скажет, что, пожалуйста, прочти там с пятой по двадцать пятую страницу, или там посмотри в интернете по гуглу какое-то задание, а нужно вот такое живое общение. Как сейчас это вот, на ваш взгляд, должно происходить? Может быть, вот какие-то новые формы обучения, которые я знаю, что вы изучали в вузах, вот, тютерство, да, вот. Как это всё помогает? Чуть-чуть расскажите, объясните. Ну, это помогает только в том случае, что мы можем подобрать оптимальные, скажем, подходящие инструменты для ребёнка в его индивидуальном образовании. То есть, условно говоря, если мы не говорим сейчас про нашу ситуацию, тогда, когда все вынуждены сидеть дома, мы рассмотрим идеальную ситуацию, когда всё-таки была возможность посещения и садиков, и началки. Вот. Это тогда, когда ты в соответствии с интересами ребёнка подбираешь ему те места, где они в полной мере могут реализоваться. Но при этом мы не будем забывать об основах, в общем-то, просто психологии развития. И ребёнок дошкольного возраста, и начальной школы у него идёт, недаром называют этот кризис семи лет, у него идёт социальный, ну, скажем, процесс тогда, когда он должен чувствовать себя социально значимым. Для него в приоритетную роль выходит другой взрослый, не мама, не папа, потому что, ну, как бы он уже понял, что эти там двое меня и так любят, вот, выходит на первый план социальная успешность. И ему очень важно сотрудничество со сверстниками, общение с культурным взрослым. И как эти процессы сейчас в этой ситуации заменить, оцифровать, я пока не представляю возможности, потому что я прекрасно понимаю, что педагог дома — это, как говорится, горе семье, потому что на своих детей времени не остаётся, но при этом мы сейчас пытаемся придумать, как оцифровать работу с дошкольниками. И опять-таки не то, чтобы мы начали это делать за последние 10 дней, мы к этому готовились, наверное, полгода, но могу сказать, что это очень сложно. И одними видеоуроками и инструкциями для родителей, как надо заниматься с ребёнком, этот возраст не может развиться качественно и освоить те необходимые возрастные навыки, которые ему нужны для того, чтобы в будущем он смог самостоятельно обучаться, чтобы он смог сам ставить себе цели, сотрудничать с другими, опять-таки планировать и так далее. Да, это возможно сейчас, наверное, сделать, но как этот процесс эксперимента вот здесь и сейчас, и результаты мы, наверное, увидим через пару лет. И даже в нашем кругу уже есть такая шутка, что те дети, которые сейчас попали на период подготовки в школе и первый класс, ну вот они, наверное, будут так и называться, а это коронавирусные. У них уже какой-то период важный прошёл, они не получили то, что им должно было получить, и поэтому, конечно, это не пройдёт бесследно. Вот что касается вашего центра дополнительного образования САРТИ, понятно, что сейчас он тоже не работает, поскольку все такие заведения и дополнительные образования тоже закрыты, но вы как-то контактируете с родителями, с детишками, потому что, ну, они уже привыкли к тому, что вот у них есть такая возможность, что они могут получить не только какие-то дополнительные знания, но, может быть, даже как-то и поиграть, ну, в общем, получить этот вот образовательный процесс, эти знания в другой форме. Конечно, мы сейчас, буквально вот что вчера мы запустили эту программу, мы сейчас перевели часть программ в онлайн, и там у нас работают три направления. Одно для дошкольников — это от года до двух, и с двух до шести лет. И онлайн-продлёнка — это для школьников с первого по шестой класс. Мы тоже работаем с такими ребятами для того, чтобы, а, помочь им выполнить домашнее задание, и, б, как раз формируем тот самый навык, как научиться учиться, который очень важен. И сейчас в этой ситуации это, как говорится, не в книжках читать как надо, а можно непосредственно на практике применить. Но если со школьниками, в большей мере, мы, конечно, работаем напрямую, то есть там родителю надо обеспечить, в общем-то, только подключение к интернету и компьютеру, то с малышами мы долго думали, как же нам наладить этот процесс. И, повторюсь, мы не хотели записывать видеоуроки, потому что не всегда, точнее, практически никогда родитель дома не может повторить то, что показывают профессиональные педагоги на видео. Это некое… очень много методических ошибок, которые допускает родитель. Внимание у ребёнка уже не то, то есть очень много есть всё-таки профессиональных нюансов. Не зря мы учимся на педагогов долго-долго, и ещё чуть-чуть, как говорится. Вот мы сейчас сделали программы тогда, когда мы высылаем родителям простые системные конспекты для занятий, которые они могут выполнять в течение всего дня. То есть это некая такая норма общения, которая интегрируется просто в их быт, в быт с ребёнком. Пока мы моемся, мы читаем этот стишок, когда мы кушаем, мы делаем вот это, когда мы идём на улицу, мы делаем вот это. И все эти задания простроены в определённой логике для того, чтобы у ребёнка формировалось то, что ему необходимо этому возрасту. Но для того, чтобы родителей поддержать в этом непростом деле, у нас проходят еженедельные скайп-сессии для того, чтобы определить, как движется ребёнок. Мы заполняем индивидуальные карты развития по каждому ребёнку. Но здесь, конечно, мы не можем, скажем, понять, увидеть, узнать, как работает родитель с ребёнком. Поэтому такой опосредованный результат несём. Мы работаем на доверие родителя, который доверяет нам, как специалистам раннего развития, в его отношении с ребёнком, в организации его игр. Вот да, такой сейчас у нас тестовый вариант вышел. Мы будем рады всем, кто, в общем-то, согласится на такое сотрудничество. Мы ждём ответной реакции, потому что это формат совершенно новый. И здесь его можно настроить качественно только при взаимодействии с родителями. Да, ну, наверное, и не только педагоги, но и родители понимают, насколько важно, чтобы ребёнок с малых лет всё-таки полюбил читать и книгу тоже, несмотря на все современные технологии. И здесь сейчас возникает какая-то дилемма, ну, как мне кажется, что вот когда образование, по крайней мере, в школе, ну, перешло в виртуальный режим, то как бы все говорят, и общество в том числе, как важно всё-таки владеть всеми вот этими компьютерными навыками, поскольку вот это твоё будущее и настоящее вообще без него никак. Нет ли такой опасности, что мы как бы ребёнку сами говорим, что да, мы, конечно, хотим, чтобы ты читал книгу, но в первую очередь компьютер. И ребёнок сам начинает понимать, ну, что мне это сейчас книга, вот как я буду учиться в современных условиях, если всё вот с коронавирусом теперь связано, всё через компьютер? Всё с коронавирусом у нас оцифровалось теперь. Ну, здесь, на самом-то деле, я думаю, что есть такой вопрос, есть проблема, с одной стороны. С другой стороны, если в семье есть привычка, традиция, норма приобщения к культуре, то там, где книжка, там и театр, где театр, там и экскурсия, поэтому всё-таки сейчас, я думаю, через возможности интернета и открытые ресурсы можно приучить ребёнка и к другим вещам тоже, в общем-то, культурным. Потому что, ну, опять-таки, не забываем, аудиокнига, пока ты моешь посуду, можно поставить того же самого Толстого или Пушкина послушать. Ну, это такая, наверное, степень фантастики, но всё-таки, как бы, такие ресурсы тоже есть. Кстати, да, аудиокнижка многие забывают, замечательно, по-моему, да. Да, и детям можно сказку поставить, и, в общем-то, и самому послушать, потому что, правда, времени на чтение, и, казалось бы, сейчас вроде всё ты дома делаешь, но времени стало катастрофически мало, потому что эффективность твоей работы, она сократилась, то есть увеличилось время, пока ты её выполняешь, и это, конечно, влияет на все сферы жизни. Вот, но при этом, тут тоже очень важный момент, то возвращаемся к тому, как научиться учиться. И здесь тогда, когда у ребёнка есть мотивация что-то найти, какой-то ресурс для себя в ответе на какой-то свой актуальный вопрос, как мне делать, как мне готовиться к реферату, как мне написать эссе, то книжку никто не отменял, потому что это, в любом случае, один из основных культурных ресурсов. И, во-вторых, книжки есть и в интернете оцифрованные. Да, читать с экрана – это намного более вредно, чем читать книжку, но вспомните, когда мы были маленькие, на нас ругались. «Ой, глаза испортишь, вечерами читаешь». Лёжа ещё к тому же, да. Ну, вот сейчас будем говорить «глаза испортишь, с экрана читаешь», да. Вот. Поэтому главное, как говорится, желание – понимание, для чего, и тогда этот ресурс появится. У меня гипотеза такая, что дети просто не понимают сегодня ресурсность книги и вообще культурных источников. Да, многие наши радиослушатели, я думаю, помнят тебя как одного из организаторов, Дальморская главного организатора ежегодного бессмертного полка, который проходит 9 мая. Понятно, что эта дата 9 мая особая, 75-летие с момента окончания Великой Отечественной войны, но мы знаем, что происходит в мире, и уже даже и в России говорят о том, что если не удастся победить вот эту пандемию к этому моменту, то тогда, скорее всего, вообще перенесут даже парад победы. Очевидно, что у нас могут продлить чрезвычайную ситуацию на 3 месяца, по крайней мере, об этом говорят министры. Посмотрим, что будет, на следующей неделе всё решится. Значит, есть опасность или нет? Такая реальность, что и 9 мая возле памятника освободителя ничего не произойдёт, бессмертный полк тоже окажется, понятно, под угрозой. Нет ли каких-то идей и мыслей, может быть, сделать такой, не знаю, виртуальный бессмертный полк? Я понимаю, что такого ощущения уже не будет, но хоть что-то. Ну, мы, в общем-то, ломаем голову над этим, потому что, по большому счёту, планировать ничего нельзя. Мы все зависимы от ситуации в мире, потому что вот сегодня могу сказать, что я чувствую себя таким героем фильма «Катастрофы». Я думаю, не я одна такая. Весь мир чувствует себя такими героями. Но при этом 9 мая всё равно будет, ровно так же, как и продолжают дети рождаться, праздновать дни рождения, годовщины свадьбы и так далее. И поэтому наша задача сегодня — придумать вариант, как всё-таки отметить эту годовщину так, чтобы почувствовался праздник. И первое, что есть ежегодно, и мы это продолжаем делать, это мы готовим юбилейное издание «Книги памяти». Вот, я как раз хотел об этом спросить, да. Вот, мы готовим, да. Уже поступают, ну, как бы материалы поступают каждый год и всё время, в течение всего года. Но, пользуясь случаем, я хочу напомнить, что кроме коронавируса есть ещё и другие вещи. Поэтому предлагаю провести дома такой домашний урок истории семейный, вспомнить про вашего деда-прадеда, поднять фотографии. Самое время, как раз, пока мы дома, вот самое время, да. Вот, самое время, потому что вся семья в сборе, иногда тоже полезно отвлекаться от работы, а это такое богатое, скажем, для отношений, для будущего времяпрепровождения. И написать свою либо историю его жизни, либо и ваше воспоминание о нём, какой он был, может быть, как война повлияла на вашу семью. Таких историй очень много. В «Книге памяти» уже около полутора тысяч историй. И, как говорится, не хватает только вашей. То есть люди постоянно присылают, да, очень такие, я так понимаю, трогательные моменты, да. Да, да, конечно, присылают. Я предполагаю, что основная часть людей, которые могли прислать, они уже прислали. Но я всё-таки надеюсь на то, что ситуация тогда, когда мы вынуждены были остановить все наши вертолёты жизненные, приземлиться, она может способствовать тому, что те, кто раньше откладывал это на завтра, могут сделать это сегодня. Что будет в «Юбилейной книге памяти»? Там будут собраны все истории из наших маленьких брошюров, которые мы публиковали и дарили всем участникам пока в течение последних пяти лет. Это будет собрано в одно большое красивое издание. Мы надеемся, что мы сделаем его красивым. Мы продолжаем тоже сбор средств, потому что это вся «Бессмертный полк» делается на пожертвования ваши, наши. В общем-то, следите за информацией. Вся информация на сайте полк.лв. Там же можно подать историю в книгу памяти, там же мы будем публиковать новости. Но при этом уверяю всем, что мы не собираемся создавать ситуацию опасную для здоровья. Мы все всё прекрасно понимаем. «Бессмертный полк» 9 мая — это прежде всего память, это прежде всего личная история семьи. Поэтому не будем считать, сколько людей выйдет на улицу или не выйдет. Главное, чтобы у нас собралась книга памяти, чтобы вы вспомнили своих ветеранов, чтобы вы дома помнили, что «Бессмертный полк» — он в каждом из нас. Как дальше мы это оформим? Будет ли это какая-то сетевая акта? Будет ли это ещё что-то? Давайте не спешить, поддержим немножко интригу. У нас есть варианты. Но пока ждём официальных решений по миру, по ситуации в Латвии, и тогда будем действовать дальше. Ну и я думаю, что те, кому повезло, у кого ещё есть в живых сами участники войны, наверное, пока все дома, если так можно сказать, самое время записать какие-то воспоминания, если вы до сих пор это не сделали. Потому что это, возможно, такая уникальная возможность эти воспоминания сохранить для потомков. Да, главное, берегите своих ветеранов, и если вы живёте отдельно, то запишите с ними это по телефону. Да, сейчас это очень важно. Потому что они как раз в группе риска. Да. Вот я знаю, что вы активно выступали, ну, несколько активистов, против вот этих бесконечных языковых реформ, естественно, до коронавируса. Может быть, эти вот события чрезвычайные показали, насколько всё-таки вот это всё второстепенно, и как важно вообще учащемуся, ну, школьнику на доступном языке объяснить какой-то учебный материал. Не так ли? Мне кажется, что вот как раз вот этот кризис вот практически показал, что не тем иногда наши чиновники от образования или политик от образования занимаются. Ну, я думаю, да. Я думаю, конечно, потому что первоочередная задача образования, школьного образования, это, повторюсь, научить, учиться, научиться ориентироваться в информации, в ресурсах, ставить цели. Я не больная, я подавилась. Не отстреливайте меня. Не-не, по скайпу это ещё можно, да. По скайпу это безопасно, да. Да, это безопасно, да. Вот, поэтому, да, сейчас акценты сместились, и они стали очень явлены, что не всегда язык является приоритетной задачей в образовании. Но при этом не будем, как говорится, прятать голову в песок, но у нас сейчас появилось больше возможности объяснять детям задания и программу на русском языке. Конечно, это упало таким булыжником просто на голову родителей дополнительно к их основной работе, но при этом опять-таки вскрылась вся ситуация, и сейчас можно в некоторых ситуациях, я думаю, это пошло на плюс ребёнку, там, где нормальные родители. В некоторых ситуациях стали возникать огромные конфликты между учителями, родителями и ребёнком. То есть у учителя была своя методика, свой подход, он понимает, он продолжает логику своего движения в предмете. Тут приходит родитель, который видит, что ребёнок, к примеру, уплывает или наоборот хочет помочь. Ни один родитель не хочет ребёнку плохо и начинает переубеждать учителя, что тот учит неправильно. И вот здесь я хочу встать на защиту учителей, что, как правило, у учителей есть определённая логика, как они преподают предмет. И сейчас тогда, когда в одно ухо ребёнку влетает от учителя, уже по большому счёту неважно на каком языке, просто какая-то информация, в другое ухо влетает информация от родителя, который правда искренне хочет помочь, то в какой-то момент эти два разных подхода могут противоречить друг другу, и у ребёнка происходит взрыв в голове, он говорит так, всё, ребят, до свидания, я вообще уже ничего не понимаю. То есть сейчас получается история с таким третьим лишним, как анекдот, что двое в спальне, а тёща в замочной скважине. Давайте определимся, сколько нас там в спальне. И здесь сложности есть у всех. Сложности есть у учителей, которым сложно записывать эти уроки. Некоторые записывают, некоторые не записывают, некоторые дают задания, и дети учатся по дистантной форме. Дали задание, завтра показал, дали задание, завтра показал. Кто-то делает онлайн-уроки, тогда, когда это включённое наблюдение, включённый какой-то процесс, и ты работаешь. Но, если честно, я не представляю, как в таком формате можно работать с сорока детьми, к примеру. И если у педагога недостаточно прокачанный юзер в Zoom, в Skype, в Microsoft Teams или ещё что-нибудь, то у кого-то вылетел звук. И Мария Ивановна, «Боже, я сломала интернет!» Вы представляете, в каком она находится вообще шоке в этот момент. Так что тут ситуация довольно сложная. Да, это правда. Но вот это виртуальное образование, может быть, вернёт к жизни и дискуссии, которые велись в свете этих бесконечных реформ образования. Я помню, что и в нашем эфире ты вместе с коллегой приходила, по-моему, Елизавета Кривцова, была у нас там в студии, ещё до всяких коронавирусов, и обсуждали возможность вообще дистанционного образования, ну, как бы получения образования в другой стране. Понятно, что ещё много есть вопросов и законодательных, но в любом случае мы видим, что эта форма обучения виртуальная, она вполне жизнеспособна. Она абсолютно жизнеспособна. Более того, есть прекрасные ресурсы, есть прекрасные наработки, которые уже это реализуют, у которых есть опыт. И поэтому я предполагаю, как говорится, мир уже не будет прежним, но часть людей сейчас уйдут в профильные дистантные школы, которые обеспечивают образование только по дистантному формату, в обычную школу не вернутся. Часть, наверное, останется на форме семейного или домашнего обучения. Поэтому здесь это такой очень-очень большой вызов и встряска для классической системы образования. Вот вы просто вот так вот взяли, как пустыню, встряхнули, и всё лишнее сейчас улетит. И вообще встанет под вопрос, а насколько школа вообще нужна сегодня как школа, как институт? И что там должно происходить? При этом я думаю, что дети адаптируются быстрее к этому и потом начнут задавать вопрос, а зачем мне надо идти на химию, если я могу посмотреть дома опыты и сделать это, и, условно говоря, принять участие в Международной олимпиаде по химии, не отходя от компьютера. Это что касается мотивированных и одарённых детей. Такие у нас тоже есть. Да. Кстати, я с удивлением обнаружил, что, оказывается, задания дают и по физкультуре. Ну, не знаю, как их проверить, но вот задание поступает 20 отжиманий сделать. Ну, я сказал ребёнку, ну, да-да-да, напиши, что ты сделал 40 отжиманий. Ну, как бы это так шутка. Но на самом деле, действительно, здесь такая переоценка ценностей, наверное, может происходить. Может быть, такой последний вопрос, учитывая и твой педагогический опыт, ведь в школе, может быть, было одно преимущество, особенно для детей, которые, ну, как это дипломатически сказать, ну, не очень дисциплинированы. Они знают, что если они всё-таки в школу пришли, то надо учиться. Вот надо эти уроки высадить, надо всё-таки эти лекции записать. Дома, ну, всё по-другому. Мы знаем, что и работать дома иногда очень сложно, потому что есть рядом холодильник, есть какие-то домашние работы, очень тяжело отвлечься и действительно сосредоточиться и работать. Учиться, наверное, также детям тяжело, потому что они понимают, что, ой, тут рядом айпэд, можно что-то посмотреть, и какие-то фильмы, и поговорить, и, может быть, хочется на улице выбежать. Вот как всё-таки, ну, заставить, может быть, не то слово, как всё-таки мотивировать ребёнка учиться вот дома? Ну, вот прям вопрос на такую диссертацию. Как? Опять-таки анекдот, да? Как не есть на ночь? Давай я тебе расскажу, как не есть на ночь. Нет, рассказать и я могу, а как не есть на ночь? Вот. Тут момент такой, что, наверное, рассказать как могут многие. У меня ответ простой. Он падает в период обучения, который мы называем началкой. Именно в этом периоде формируется навык самостоятельного обучения, самостоятельности и ответственности. Это первое. Седьмой, девятый класс, хуже поздно, да? Учить чего-то. Ну, не то чтобы поздно, но сейчас уже как бы по-другому. То есть сейчас это уже сложнее дело. Тут уже к вопросу осознанности. Второй момент. Если в семье всегда за ребёнком ходила мама, няня, бабушка и всё помогало делать, только дитятка, условно говоря, на скрипочке играй, то здесь тоже момент. Ну, вот дитятка на скрипочке и играет. Но при этом есть технологии, которые могут разбудить, реанимировать эту самую мотивацию, покачать её и прокачать. Недаром появились коучи. По большому счёту, коучи это делают со взрослыми людьми. И сейчас, когда мы работаем и в онлайне, и до этого мы работали в оффлайне, непосредственно в контакте с детьми, именно эти навыки мы и прокачивали. Мы как раз и говорили о том, что базовым жизненным, необходимым навыкам уделяется недостаточно внимания во время школы. И это огромная катастрофа, потому что ребёнок, выпускаясь из учебного заведения школьного, где от него никогда не требовали ответственности и самостоятельности, поступают на работу, где от него вдруг требуют креативность и самостоятельность. Откуда оно у него может взяться, если в 18 лет он выполнял чьи-то задания. Поэтому сейчас тут тоже такой момент, кто выплывет, естественный отбор. Поэтому вот у нас страница Ассорти, мы ведём такой бесплатный марафон, называется Ассорти дома. Мы делимся полезными материалами для родителей, как им можно разбудить вот эту мотивацию, как им можно помочь детям адаптироваться к совершенно новой форме обучения. Потому что кнут и пряник, его можно, как говорится, и продолжать реализовывать, включать Гитлера дома, и у тебя ребёнок, как окошко, будет ходить по струнке смирно. Но это не про понимание, это не про образование, это про страх и про дрессуру. Вот тут тоже надо ответить, что мы хотим, чтобы он выполнял безукоризм чьи-то требования или чтобы докопаться до его собственного смысла. И тогда точно, если я хочу писать, то я хочу писать. А не то, как в том анекдоте. Яшенька, домой, я хочу кушать, нет, ты хочешь пить. Вот, чтобы вот такого не было. Спасибо большое. Единственное только, может быть, действительно, те, кто хочет воспользоваться вот этими добрыми советами Ассорти. Вы говорили о том, что есть это в интернете. Что за адрес? Где это может быть? Ассорти-центр. Если набрать любой социальной сети Ассорти-центр, вы нас увидите. Окей, ну что ж, спасибо большое. Будем надеяться, что этот период мы благополучно переживем. И вирус минует нас, и дети, по крайней мере, не очень отстанут от каких-то учебных программ, хотя сейчас, наверное, все меняется. И учебная программа, к ней нужно подходить, наверное, творчески. Это не должно быть высечено в камне. Шаг вперед, шаг назад и все. Магарита Драгилы у нас была на прямой связи по скайпу. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok